Радио Карачаева Черкесии Радио Карачаева Черкесии Радио Карачаева Черкесии Нобелевский лауреат Михаил Шолохов Русский и американский поэт, драматург, переводчик Нобелевский лауреат Иосиф Бродский Американский автор-исполнитель песен Актер-художник Нобелевский лауреат Боб Дилан Молдавская и советская актриса театра и кино Заслуженная артистка России Светлана Тома Далее нашу программу Продолжит музыка Не переключайтесь Мне не нравится дождь Он приходит в твой дом пустой Только на плач и на согнутый гвоздь Он роняет в прихожей свой Промокший плач Мне не нравится дождь Мне смешна твоя ложь Что спасает губя Мне не нравится дождь Он похож на тебя Так похож на тебя Капли в окна стучат Ночь скрывает в морщинах штор Наши слова Может лучше молчать Чем нести этот нудный вздор В ночь уходя Мне не нравится смех Отраженный от гулких стен В доме пустом Мне не нравится грех Тень от рамы в чужом окне Давит крестом Мне не нравится дождь Мне смешна твоя ложь Что спасает губя Мне не нравится дождь Он похож на тебя Он похож на тебя Он похож на тебя Так похож на тебя Мне не нравится дождь Мне смешна твоя ложь Мне смешна твоя ложь Мне смешна твоя ложь Что спасает губя Мне не нравится дождь Мне смешна твоя ложь Что спасает губя Мне не нравится дождь Он похож на тебя Так похож на тебя На волне радио Карачаева Черкесии Информационно-музыкальная программа «Республика» В микрорайоне Московском в скором времени будет построен новый современный парк отдыха, обустройство которого пройдет с учетом пожеланий самих жителей населенного пункта. Напомню, что строительство парка приурочено к 25-летию образования Карачаева Черкесии. Тему продолжит Валерия Дагужиева. По проекту партии «Единая Россия. Городская среда» предусмотрены изменения архитектурного облика 72 городов страны. Карачаева Черкесия в этом году получит порядка 95 миллионов на создание комфортной городской среды. Из этой суммы 50 миллионов перечислят на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов столицы Карачаева Черкесии. Остальная часть перейдет на разбивку и возведение парков. Одно из требований реализации проекта – активное участие самих жителей. На встречах им рассказывают не только об условиях участия в проекте, но и учитывают пожелания граждан. Такая встреча прошла в микрорайоне Московский. В ней принимали участие мэр Узжигуты, представители Министерства строительства ЖКХ Республики, а также жители поселка. Встреча с жителями, по словам заместителя министра строительства ЖКХ Карачаева Черкесии Инессы Резниковой, крайне необходима, ведь с учетом их пожеланий будет благоустраиваться парковая территория. В парке предлагается вот сейчас жителям выбрать, хотят ли они фонтан, какие малые формы они хотят видеть, какие элементы ограждения, какие лавочки, чтобы они хотели видеть из озеленения. Все это проводится с участием местных жителей, потому что жители впоследствии сами будут следить за своим парком. Вот как у нас есть парк в Черкесске на Зеленом острове. Почему он в таком хорошем состоянии? Потому что не только мэрия за ним следит, а потому что сами жители не разрушают уже. Сами жители рады туда ходить, потому что парк зеленый, светлый, вечерами с освещением. Очень хочется, чтобы по всей республике тоже появились такие места для отдыха, куда бы было удобно ходить мамочкам с детьми, с колясками, где бы могло отдохнуть и пожилое население. Решение о строительстве парка в микрорайоне было принято после встречи с жителями Усть-Джигутинского района главы республики Рашида Тимрезова. Жители поселка обратились с просьбой о благоустройстве самого микрорайона, а также парковой зоны. После совещания было принято решение о строительстве нового парка на месте старого разрушенного детского сада номер 2. По словам начальника отдела муниципального хозяйства и архитектуры Усть-Джигутинского района Роберта Амучиева, средства на строительство уже выделены и подготовительные работы ведутся полным ходом. В целях исполнения поручений главы Карачаева Черкесской Республики, поручений данных в результате поездки по району, было дано поручение о разбивке парка в микрорайоне Московский. В целях исполнения этого поручения администрация Усть-Джигутинского городского поселения была разработана муниципальная целевая программа формирования современной городской среды в Усть-Джигутинском городском поселении на 2017 год. Основанием для разработки этой программы является администрация Усть-Джигутинского городского поселения. Основными целями и задачами программы являются совершенствование системы комплексного благоустройства территории Усть-Джигутинского городского поселения, а также развитие и поддержка инициатив жителей Усть-Джигутинского городского поселения по благоустройству и санитарной очистке города, в том числе и придомовых территорий, а также организация взаимодействия между предприятиями, организациями, учреждениями при решении вопросов благоустройства территории. В ходе поездки по Уждиватинскому району гражданами Уждиватинского района были даны именно пожелания о том, что микрорайон Московский в настоящее время находится в очень непреклядном состоянии. Очень много проводится ремонтов коммунальных сетей, очень много ремонтов дорог. Последствием это является, конечно, очень плохое состояние микрорайона. И вот для решения вопросов благоустройства микрорайона было принято решение о благоустройстве парка на месте бывшего детского сада номер 2. Было выделено 13 миллионов 14 тысяч бюджетных ассоцинований. По словам Роберта Рашидовича, проект на смертная документация уже готова и была представлена главе республики. Проект был одобрен, теперь осталось учесть пожелания самих жителей посёлка. В настоящее время у Уждиватинским городским поселениям, как я говорил, уже подготовлена программа, подготовлены эскизы, которые были представлены главе республики. Ведётся подготовка проекта на смертной документации на разбивку этого парка. К концу года мы рассчитываем, что парк уже будет разбит. Прежде всего, конечно, озеленение, деревья, будут дорожки. Также будет осуществлено освещение парка. Ну, естественно, это будут малоархитектурные формы, то есть скамейки. Будет достаточно средств, конечно, будет построенный фонтан. Есть опыт благоустройства центрального парка города Усчегуты. И по тем видам работ, которые мы производили именно в центральном парке, постараемся, конечно, сделать и видеонаблюдение, звуковое оснащение парка для того, чтобы парк был действительно современный и благоустроенный. В Московском проживает порядка 12 тысяч человек. И мест для вечерних прогулок с детьми, по словам жителей, катастрофически не хватает. Валентина Перминова попросила провести реконструкцию старой летней сцены. Место самое оптимальное. То есть, можно сказать, это золотая середина нашего поселка. Это не только мое мнение, а мнение жильцов, моих соседей, чтобы было больше скамеечек, спортивных сооружений, снарядов мы имеем в виду. И чтобы настолько было велосипедных дорожек для детей. Они не по трассе ездили, ребятишки, а именно в отведенной зоне какой-то. То есть больше со спортивным уклоном. Вот напротив, через дорогу, у нас есть площадка. Это была, значит, площадка музыкальная, так называемая, с красивым ограждением. Которое ограждение сняли, металлолом сдали. А там осталась даже вот как раз сцена какая-то, открытая летняя сцена. Восстановить вот эту, там немного труда. Ограждение и восстановить сцену, которая еще не доразрушена. И будет очень хорошо. Мэр Усть-Джигуты Кемал Байрамуков выслушал все пожелания жителей микрорайона и попросил архитекторов внести их в проект. Ценного они предложили, что спортивную площадку это однозначно. Также ни меньше, ни больше просят и хотят детскую площадку. Хотят также парковую зону, где есть скамейки, где можно отдохнуть. Попросили видеокамеру, музыку. Новые парки по программе «Городская среда» также появятся в поселках Медногорский, Кавказский, Майский, Иркин-Шахар и Аули-Адыге-Хабль. По словам представителей администрации Жигутинского района и подрядных организаций, строительство и благоустройство парка должно быть завершено к осени текущего года. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok О творческом коллективе, о победах и участниках ансамбля можно говорить очень долго. С каждого конкурса или фестиваля ребята возвращаются с победой. О том, как сейчас живет ансамбль, какие планы строить на будущее коллектив, мы попросили рассказать художественного руководителя группы Екатерину Фоменко. Это был межрегиональный конкурс в городе Пятигорске, где у нас выступала и старшая и младшая группа нашего ансамбля. И старшая группа взяла за танец «Озорная полька» и у нашей Кати два первых места. А младшая группа за танец «Магазин кукол» и «Веселые домовята» два вторых. Конкурс нас порадовал и конкурентами в том числе неплохой был уровень довольно-таки, это было очень приятно. Но рассчитывали, я была уверена в своих детях. Ну, как и любой конкурс, он всегда значим. Это в первую очередь, они чувствуют сцену, они учатся себя вести на ней, себя показать, проявить, преподнести. Поэтому любой конкурс – это значимое событие. Дает о себе знать и волнение, конечно, но смотря, наверное, какой уровень, все-таки где-то бывают подсоберутся. Под руководством Екатерины Фоменко занимаются две группы. По ее словам, группы занимаются отдельно. Но если предстоят конкурсы и выступления, детки занимаются вместе и дополнительно, говорит педагог. В один день, но в разное время. Малыши занимаются чуть раньше, а старшие в зависимости от смены в школе. Есть первая смена, есть вторая. Если это подготовка к конкурсу, то они собираются, если едет и вторая, и младшая, и старшая группа, то они собираются все вместе вечером дополнительно практически каждый день. Прошел очередной конкурс. Призовые места заняты. И можно, наверное, отдыхать. Но, как отметила Екатерина Фоменко, предстоит отчетный концерт. И ребята усиленно готовятся к нему. Сейчас у нас будет 9 июня отчетный концерт студии «Танца Фантазия» нашей студии. Готовимся к нему. Да, у нас был юбилейный концерт в филармонии. На нашу концертную программу, которую мы собирали не один месяц, скажем так, выступали и младшие, и старшие. Поздравили всех детей. Постарались отметить каждого. Родителей точно так же. Им огромная благодарность за помощь, за поддержку. Они очень помогли в организации этого концерта. Ежедневные упорные занятия хореографией дают свои результаты и право быть победителем. Это понимают все участники коллектива «Карамель». И, как говорит Екатерина Фоменко, слаженная работа участников коллектива, родителей и педагогов – это залог успешного выступления на любом мероприятии. Вот уже 10 лет «Карамель» в числе тех коллективов, которым гордится наша республика. Мир, в котором я живу, не делится на части, пока у меня есть любовь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мир, в котором я живу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Национальную цивилизацию на протяжении веков обеспечивал связь поколений преемственность и взаимообогащение этнических культур Ежегодно праздник славянской письменности и культуры отмечается в нашей стране на государственном уровне как знак благодарности к великим трудам святых Кирилла и Мефодия Как однажды в своем выступлении точно подметил руководитель информат дела Русской Православной Церкви Владимир Легойда Суть того, что принесли святые Кирилл и Мефодий это создание целого мира Через язык мы приобретаем понятия о добре и зле о том, что такое жизнь, смерть, кто такие мы и как жить это то смысловое пространство, которое получили славянские народы благодаря Кириллу и Мефодию Сегодня в достаточно сложных условиях мировой политики роль русского языка как языка имеющего созидательную силу и действия неоценима Важно лишь грамотно им владеть любить его, беречь и почитать Сложно представить, как выглядела бы карта мира, если бы Кирилл и Мефодий не подарили человечеству свои уникальные просветительские труды сквозь время и пространство в едином духе объединяющий миллионы людей За это и мы, и грядущие поколения будем бесконечно признательны этим гениальным и необыкновенным людям, святым равноапостольным Кириллу и Мефодию Очень важно сберечь это достояние, не разбазарив, не растратив, не исказив И в завершении также хочется вспомнить слова русского классика Ивана Сергеевича Тургенева, который сам безупречно владея языком обращался к своим современникам и наследникам Берегите чистоту русского языка как святыню, никогда не употребляйте иностранных слов Русский язык так богат и гибок, что нам нечего брать у тех, кто беднее нас Если ты хочешь судьбу переспорить, если ты ищешь отрады цветник, если нуждаешься в Твертое море, выучи русский язык! Если нуждаешься в Твертое море, выучи русский язык! Он твой наставник Великий, могучий, он переводчик и он проводник, если штурмуешь поздание круче, выучи русский язык! Если штурмуешь поздание круче, выучи русский язык! Русское слово Русское слово живет на страницах мир окрыляющих книг. Русское слово свободы зорнится, выучи русский язык! Русское слово свободы зорнится, выучи русский язык! РАДИО РОССИИ РАДИО РОССИИ Карачаево-Черкесия ПОГОДА РАДИО РОССИИ 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 Спасибо, мама Гордилась, что растет любимый сын Ты ничего у жизни не просила Гордилась, что растет любимый сын Спасибо, мама, милая, спасибо За ласку, отрисованную мне Я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принес тебе Благодарю за сердце золотое За нежность, что дарила мне любя Твоя улыбка всей вселенной стоит Нет никого дороже для меня Твоя улыбка всей вселенной стоит Нет никого дороже для меня Спасибо, мама, милая, спасибо За ласку, отрисованную мне Я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принес тебе И я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принес тебе Субтитры сделал DimaTorzok Любовь и нежность матери я знаю Нет в этой жизни ничего сильней Спасибо, мама, милая, спасибо Спасибо, мама, милая, спасибо За ласку, отрисованную мне Я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принес тебе Спасибо, мама, милая, спасибо За ласку, отрисованную мне Я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принес тебе Я прошу, чтоб ты меня простила За все печали, что принес тебе На этом информационно-музыкальная программа Радио Карачаева-Черкеси-Республика Подошла к концу Выпуск подготовлен Корреспондентами службы информации В студии работала Альбина Охтова, звукорежиссер И оператор монтажа Мурат Аджиев Мы с вами прощаемся Удачного дня и отличного настроения Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова